Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok jeu Оценка сейчас самая общая, но тем не менее, вы понимаете масштабы, вы понимаете, что будет через, скажем, неделю, через три недели? Я более-более того не знаю, что будет послезавтра. Послезавтра начнут бомбить Киев, бомбардировку. Ну, кто его знает, что у него в мозгах? Ну, кто знает? Чернигов уничтожили, Харьков, Мариуп. Кто следующий? Кто следующий? По кому дальше ударить? Реально ли выход, опять же, понятно, что оценки очень сложно, а реально выход вообще войны вот сейчас за границей Украины? Ну, я бою такую, ну, если они ударили по Яворевскому полигону, это же рядом с границей с Польшей. Вы сказали 30 километров. 30 километров? Да. Вот бомбы падают 30 километров. Ну, послушайте Соловьева, что он сказал на Медне. Что, если вы думаете, что мы остановимся на Украине, так не думайте. Это уже битва цивилизации, понимаете? Какой цивилизация, так битва? Ну, какой цивилизации? Ну, какой цивилизованного и орков. Орки. Цивилизованного и не цивилизованного мира. Я, знаете, я считаю, что там действительно телевизор победил холодильник. Они действительно считают, что они супердержава, что они могут диктовать свою, как это в фильме ДМБ было. Из этого места мы будем диктовать свою непреклонную волю всему оставшемуся миру. Они неправильно, у меня такое впечатление, оценивают вообще расклады сил в мире, по большому счету. То есть, они утверждают, что они вторая армия в мире, да, но которая не смогла за три недели взять ни одного областного центра в Украине. Херсон взялись, да, извиняюсь. Херсон взялись. Наши сейчас контратакуют. Количество жертв с обоих сторон просто чудовищное. Мы не можем, нету никаких официальных данных, на самом-то деле. У нас было одно объявление, что, по-моему, 1300 военнослужащих погибло. Но говорят о тысячах погибших в Мариуполе. О тысячах. Уже говорят о тысячах погибших в мирных гражданах? Да, естественно. Естественно, в Мариуполе. Только в одном городе. А сколько в Чернигой? А сколько по селам? Вопрос в чем? Вопрос в том, что бьют по всему? Или вопрос в том, что оружие стало гораздо более летальным? Ну, я думаю, что они просто бьют по квадратам. Более того, это же самое. У них, очевидно, нету целеуказания. Целеуказания нету. А командование говорит, стреляйте. Ну, и бьют в белый свет, как в копеечек. Ну, у меня такое впечатление складывается. И так же бьют, конечно, по жилым кварталам. Ну, как можно в Киеве было попасть в самом начале войны в дом на проспекте Лобановска? А что это за дом? Просто дом. Просто жилой дом. Напротив живет моя заведующая канцелярией. Там до аэропорта Жуляна еще пару километров. Очевидно, хотели попасть по Жулянам, а попали по жилому дому. Ну, посмотрите, куча есть роликов в интернете и в Киеве. Вчера очередной раз улупили. Ну, куда? О чем? О чем речь? Где там военные объекты? Вон, вчера Кличка посмотрите. У него брало пресс-интервью. Показывает на разрушенный дом. Это что, военный объект? Так, все, поехали. Продолжение следует... Дамы и господа, добрый день. Тут упоминались садики апокалипсиса. Ну, давайте поговорим об этом. Сейчас, насколько я знаю, Украина и Россия совместно обеспечивали 20% мирового дезерна. Если нам сейчас не дадут провести посевную кампанию, я боюсь, что некоторые страны мира, которые активно покупали у нас зерно, просто окажутся в очень сложной ситуации. В том числе и страны Северной Африи, некоторые страны Азии. Это вопрос, кстати, апокалипсиса. Вот честно, я как бы, ну, мне уже за 50, но я как-то привыкла работать, честно скажу, с людьми, а не с документами. Это более дипломат действия. Поэтому я вас сейчас, я не буду отрывать ваше много внимания. На сегодняшний день, даже не на сегодняшний день, это 17 марта, у нас 22 день войны, уже разрушено в Украине 15 тысяч километров дорог, 5 тысяч железнодорожных дорог, 1600 жилых зданий, жилых домов, 350 мостов, 200 учебных заведений, 30 больниц, 23 завода и складов, 19 административных зданий, 12 аэропортов, 8 церквей и 5 теплоэлектростанций. Это, если я не ошибаюсь, общий размер убытков сейчас подсчитывается 54 миллиарда долларов. То, что получила, это гражданская инфраструктура. Это станом ОС по состоянию на, если я не ошибаюсь, даже 10-е число. Более полных данных у меня нет. В твиттере ролик, то, что он заявил недавно, вы думаете, что мы остановимся на границе с Польшей? Это, извините, официальная руха пропаганды российской. Он и прочая к Марине во главе с Марко Симонином, который тоже подсанкнулся. Министры обороны стран НАТО, которые провели, представляли чрезвычайную встречу, согласились продолжить приказывать Украине значительную помощь, включая поставки критически необходимого военного оборудования, траги-финансовую и гуманитарную помощь. А главы парламентов стран Большой Семерки призвали РФ немедленно прекратить боевые действия и вывести войска с Украины. Кроме главы парламентов, стран Большой Семерки призвали немедленно прекратить военные действия на атомных электростанциях. На атомных электростанциях. Чернобыль, Запорожье. Запорожская электростанция – это 10 Чернобылей. Атомная. Чернобыль, Запорожская атомная электростанция. Если что-то пойдет не так, мы получим ядерную аварию и что? Что мы потом будем делать? Советский Союз восстанавливал Чернобыльскую АЭС. Я не знаю, сколько туда денег было вложено, чтобы устроить потом с помощью европейцев и японцев этот саркофаг несчастный. А эта электростанция в 10 раз больше. Тут у меня было подготовлено, честно говоря, достаточно большое, что случилось, в том числе, что и Россию включили из Совета Европы. Многие говорят, что накладение с россиянами уже становится токсичным. Я не знаю, наверное, это правда. Давайте сделаем так. Смотрите, я немножко эмоционален, но у меня помог с утра мой хороший коллега Богдан Еременко. Он бывший генеральный консул Украины в Стамбуле. А сейчас он народный депутат Украины и член комитета по международным связям в нашем парламенте. Я, с вашего позволения, воспользуюсь его тезисами в своем выступлении. Полная статья опубликована на Европейской правде. Кто кому интересно будет, потом может ознакомиться. И возвращаясь к влиянию на Казахстан, за то, что происходит война в Украине. Смотрите, очень большой транзит шел в Европу через Россию. И, естественно, самый удобный путь был. Сейчас стыки, как мне сообщили, железнодорожных потоков. То есть никаких грузов идти не может. Страдает экономика Казахстана. Потому что пока транскорспирский коридор – это узкое бутылочное горлышко. Куда невозможно втолкнуть те грузы, которые вы поставляли в Европу. Естественно, это воспользуется вашей соседней, которая моментально подана цены на транспортировку и на перевалку. Может, кому мать, кому война, кому мать родна. То есть тут нужно очень внимательно смотреть на то, как это может воздействовать на Казахстан. Экономику. Вчера президент сказал. Уже этот вопрос поднимал. Более европейские компании, поверьте мне, господа эксперты, будут очень внимательно осмотреть за тем, чтобы Казахстан не превратился в серую зону. Чтобы через территорию вашей замечательной страны Россия не могла закупать подсанкционные продукты. Тут тоже нужно, я думаю, что правительство будет предпринимать сигналы в сторону европейских и американских фирм. Уже поступали. Насколько я понимаю, в понедельник, по-моему, было совещание в онлайне с американскими партнерами. Я, пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить, во-первых, правительство Казахстана, которое предоставило гуманитарную помощь Украине. Самолет 14-го числа с лекарствами уже предъявлено благополучно в Польше, откуда он дальше будет распределяться через наши хабы между нуждающимися гражданами Украины. А также волонтеров казахстанских, которые, не покладая рук, собирают гуманитарную помощь, которую мы отправляем в Украину. В Чернигове, в древнем городе, сейчас осталась одна больница, номер два. Просто. Другие больницы не работают. Я не призываю лезть в интернет, смотреть на эти зверства, но мой упор на театр вон был упал. Людей в очереди за хлебом расстреляли. Что вообще происходит? Воюют против, мы уже говорили, не комбатантов, мы начали воевать против мирного населения. Итак, высокая цена. Я не буду говорить о успехе, но что-то мы все-таки не позволили второй армии в мире за 21 день захватить ни одного областного центра, кроме Хрессона. К сожалению. Большое количество погибших, большой удар по экономике, инфраструктура вызывает весьма эмоциональную реакцию украинцев. Искренне естественная и понятная ярость, объединившая нацию и ненависть к врагу. Между тем, не должна помешать спокойной и аргументированной дискуссии о возможных условиях будущей договоренности с Россией и противвоенным устройством нашего государства. Прежде всего, следует предположить, что по результатам мирного соглашения ни одна из сторон конфликта не достигнет в этой войне повстанной цели. Россия не сможет уничтожить, усмирить или покорить Украину. Давайте смотреть правде в глаза. То есть, у меня складывается впечатление, что высшее политическое руководство России вообще сейчас на данный момент не понимает, что происходит. Очевидно, не сработали их спецслужбы. Очевидно, они переоценили влияние пропаганды своей на украинский народ. То есть, я там где-то видел твит той же Симоньяна, что мы будем, украинцы будут нас встречать с врагами. Но что-то я такого не видел. Просто не видел. Территориальная оборона, вот абсолютно правильно было сказано. Вооруженные силы, добровольцы со всего мира, которые едут в Украину воевать. Понятно, похоже, что при общем врагерном отношении россиян к Украине и украинцам, что является результатом десятилетий веков проваления мозгов и взращивания имперских мифов, российское общество поддерживает, но не понимает цель Путина в Украине. А сам кремлевский вампир, как оказалось, представляет себе реалистические методы получения своих собственных муникальных целей. Танками не достигается значительной общественной трансформации. Бывший КГБист должен знать историю подавления восстаний в Венгрии в 1956 году или в Чехословаке в 1968 году. Но не знает или не способен делать правильные работы. А вне там инструментарий России тоже не очень эффективен. Пропагандистский аппарат совершенно беспомощен в Украине. Каждый раз хуже справляется даже с внутренней российской аудиторией, а гибридная диверсионно-разведенная группа под эгидой политической партии ОПЗЖ, оппозиционная платформа за жизнь, это по всей регионам. Или прячется где-то на болотах, оплакывая в утрах на голубой вагон, или разбегается, как крыса, из тонущего корабля. Вот сейчас, по данным наших, 15 человек из их фракции уже покинули Украину еще до начала войны. Либо их кто-то знали, либо при первой возможности, при первом упавшем снаряде просто сбежали из Украины. Это депутаты парламента. Просто они. Разбежались кто-куда. В том числе и Медведчук, которого не могут никто найти. Кум Путина. Россия, правда, привыкла так же покупать лояльность своих миньонов, но и здесь, в условиях снижения объемов торговли газами и нефтью, и с ресурсами на благородное дело широкой международной коррупции, ситуация может быть скверной. С другой стороны, для того, чтобы заменить контроль над всей своей территорией в пределах 2014 года, Украина должна насти полное искрушительное военное поражение России. Этого пока не произойдет. И из-за фактора ядерного оружия, и из-за ряда других причин, которые мы сейчас не будем обговаривать. Можно предположить, что потери Украины и России в этой войне будут разными по масштабам, но достаточно равными в пропорции потерь к имеющимся ресурсам и способностям их восстанавливать. Если Украина сможет сохранить и усилить международную коалицию и свою поддержку, время будет на стороне нашего государства. Мы сможем рассчитывать на внешние ресурсы, в то время как доступ к внешним ресурсам России будет значительная степень ограничения, но собственные ресурсы будут уменьшаться. Кроме того, существуют и другие, напрямую не связанные с украинско-российским отношением ситуации, которые могут возобновить или привести к возникновению нового конфликта и противостоянию между Украиной и Эрой. К примеру, это может быть конфликт в другой части мира, который разделит планету на непримиримые лагеря и заставит выбирать сток. Как сказала наша председатель, абсолютно верно, на сегодняшний день в мире разрушено доверие и архитектура безопасности, а международное право подорвается коррозией. В этом контексте украинско-российская война не является изолированным явлением, а наоборот, одним из пазлов глобальной картины противостояния и хаотизации усиливающихся международных отношений. Следовательно, будущие договоренности между Украиной и Россией не разрешат основные противоречия между этими государствами, став компромиссными и временными. Реализация таких договоренностей в реальности превратится в гонку подготовки к следующему решающему противостоянию. Это следует учитывать и при проведении переговоров. Результат далеко не всех компромиссов очевиден с точки зрения событий, будущих двух пяти лет. Сложно прогнозированным компромиссом в первую очередь можно отнести вопрос нейтрального статуса Украины. Помощь НАТО в Украине масштабна, и без нее успешное противодействие России было бы невозможно. Далее, учитывая, что основные поставки и закупки иностранных вооружений в Украине происходят все же не через НАТО, где всегда находится кто-то против, есть страны, которые не очень хотят видеть даже транзит вооружений через свою территорию. А полений двухсторонних отношений. Именно современный уровень взаимодействия с альянсом открывает нам дверь в отдельных его государствах-членях, отказавшиеся от социалистического курса на членство НАТО, который закреплен в Конституции. В силу очень неубедительного аргумента, они не хотят нас принять к себе ради навязываемой россиянам нейтральности Украины, мы можем оказаться в ситуации, когда партнерские государства-члены НАТО потеряют причину и интерес сотрудничеству с Украиной военно-технической церкви. То же с членством ИРИС. Европейский союз-властник из торговой организации. Он явно не создавался в целях совместной обороны или предоставления гарантии безопасности воевающим европейским нацам. Процедуры приема въезд сложны и бюрократичны. Но если прогнозируемое вскоре получение статуса страны-кандидата на членство, мы можем объединить с получением всех возможностей европейского государства для украинцев до момента получения полноправного членства, а также доступа к ресурсам восстановления, это и есть цель наиболее полно отвечающая нашим высочным потребностям. Вообще наша прагматичность в отношениях с ЕС и НАТО должна быть оказываться на понимании очевидных. Нигде в мире бесплатно нет того, что нам нужно для укрепления обороноспособности, восстановления и развития. Но больше всего этого можно и нужно получить на условиях политических и экономических у НАТО и ЕС. На осознание этой аксиомы мы должны проводить дальше нашу внешнюю политику. Сверхзадание украинской дипломатии будет получить договоренность с дружным государством о том, что экономические санкции против России не должны отменяться до момента полного вывода войск РФ со всей территории Украины. Со всей их причем. В границах 2014 года. Смотрите, я действительно очень переживаю за то, что происходит у меня в стране. И предлагаю вам сейчас, я не привык работать особо с документами, я привык работать с людьми. И я, честно говоря, даже в Казахстане, по-моему, дал свой первый телевизионный этап в жизни еще до войны, после признания ОРДО. Потому что мы не говорим ЛНР, ДНР. Мы говорим отдельно оккупированные части Донецкой и Луганской областей, которые, вы же сами видели, что Казахстан занял твердую позицию не признавать так называемое квазиобразование. Вот я вам предлагаю подумать над двумя вопросами, действительно. Зачем это было нужно? Знали ли они, на что они идут? Было ли минимальное, среднее и долговременное планирование? И как это действительно может повлиять на замечательную страну Казахстан? Потому что все-таки в Республике Казахстан является и членом ОДКБ, и членом Таможенного Союза. Санкции будут бить и по экономике, и уже бьют по экономике этой страны. Вот. А мы продолжим бороться, потому что у нас одна страна, и мы хотим ее видеть независимо и процветающей. Спасибо огромное за внимание. Я, с вашего позволения, наверное, поеду поработаю. Сергей Николаевич останется послушать, что вы нам скажете. Спасибо. Слава Украине. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...